ну и смотрите четвертая задача такую мы не решаем математика нам в общем-то ни к чему здесь но любой калькулятор это решит поэтому нам нужны здесь интеллектуальные задачки они математические поэтому я не буду я брать итак давайте попробуем еще раз оценить задачи на вкус задача номер один что общего между звездой иглой ежом и крупой а был ответ что это все колется но крупа не колется мимо вот ответ тут есть но мне прямо интересен как ты обоснуешь этот ответ когда эти вещи можно поджарить все эти вещи могут быть могут быть жарить да нет как бы все эти вещи могут быть горячими почему не решить математику там же на калькуляторе это не решить ну потому что это неинтересно ну по крайней мере мне докажется никому не будет задайте эту задачу все в чате x умножить на x равно 81 квадратном корне это 7 ну чё кому-то интересно решать эту задачу голосу давайте так вы на математике с этим будете развлекаться это не математика да давайте начнем я отправила задачку и как-то не зачитывают я второй раз отправил очень странно я может ты должна мне написать в личном сообщении в этот чат а в зоне да да в зоне да а я в царгаре писала извините вот тогда лучше сюда ну-ка я сейчас гляну что там за задачка если что хорошая вдруг задачка так и надо убрать будет что открывается но не закрывается там задачка я вижу я вижу ответ на нее а зачем пишешь ответ на нее она написала ответ прямо в форме так что пусть но потому что вижу ответ хорошо уже нет этого ответа кроме тебя которая без спроса заходит туда там никого не было поэтому не надо полить ответы чужих игроков я не буду его полить но по крайней мере я уж точно его знаю ну ты один и так первое все таки давайте задачами что общего между звездой иглом иглой ежом и крупой это первый вопрос второй вопрос как не крути это ноль с двумя палками интересно и третий вопрос это поистине быстро используют сотни раз дольше делают на свете нет ничего более непредсказуемого 3 и 4 что там до меня пока что не дошел вот была такая задача это открывается но не закрывается а я сейчас предлагаю голосование руками то есть вы будете поднимать руки как вы сейчас до этого поросили свое слово кто хочет проголосовать за задачку номер один поднимите руки вот прям сейчас и я вижу пять участников подняли руки пять участников проголосовали за шестеро все опускаем руки за первую задачу шестеро хорошо 7 зафиксировали за опустите все и алекс тоже алекс спасибо а вторая задача как не крути это ноль с двумя палками вот такая вот задача двое трое четверо там было 7 сейчас пока что 50 зумя палками 6 так будет 7 нет будет уже голосовала не ну как бы вы можете голосовать по два по три раза мне без разницы и так и так в камеру мне не надо поднимать 8 забавно обидно скорее чем забавно потому что есть еще все опускаем руки здесь 8 3 задачка это поистине быстро используют сотню раз дольше делать на свете нет ничего более погодите опустите руки сначала а то мне непонятно это предыдущие были руки и так за четвертую задачу кто голосует за третью это поистине быстро делают используют сотню раз дольше на свете нет ничего более непредсказуемого голосуем за третью задачу связанную с вот так пока что пять шесть неужели сейчас 78 переголосовка будет что девять нет не будет переголосовки так пока девять давайте четвертую задачку что открывается но не закрывать сначала опустите руки что было понятно задачка номер четыре только пожалуйста пришлите мне ответ тоже в личку а то ответа у меня не было я удалено что открывается но не закрывается поднимите руки кто за эту задачу 11 14 но я сейчас пройдет этот тур почему это так потому что это очень редкий шанс когда один из игроков узнал ответ поэтому они хотят увидеть что будет скорее всего лучше я я в рейтинговую таблицу попаду сейчас подумаю вот что сделать с человеком который совершенно несправедливо узнал ответ давай ты будешь у нас помощником царя горы помощником да не участникам иначе это будет просто неинтересная игра ну что ж а давайте начнем с этой задачки я думаю что она как раз для разминки сама подходит что открывается закрывается это прям прикольно вот что же будет делать помощник царя горы давайте придумаем эту эту интересную функцию придумывал ранее про помощника царя горы но у нас есть человек который зачитывает ответы это царь горы это номер один да все опускайте руки как раз всего поднимали руки чтобы что делает помощник царя горы извините а кто царь горы меня что-то подлагивает я не слышу некоторых людей кто царь горы ну царь горы ну царь горы номер первый вы сами сказали помощник царя горы мы 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 вообще мы не загадывали ничего кто не загадывал ничего кто-то первый задача победила которая про что открывается но не закрывает а 10 до номер простите все возвращаем на месте на месте на первое все оказывается номер 10 я не увидел вот о чем я говорил да смотрите зум очень сокращает имена и цифры я кажется придумал что делать помощник царя горы что я не уверена у меня была дурацкая идея хотя поняли что она дурацкая идея что будет но это дурацкая идея то что была дурацкая идея что помощник царя горы точно так же вопрос и пытается сделать так чтобы опустились мины всеми всем пытается получить ответы нет но ты же легко это можешь добиться это действительно вот в этом то и вся проблема проблема что ты можешь саботировать всех давай подумаем что-нибудь еще а что делать царь горы сейчас по царю горы присылаю в личном сообщении ссылочку в чате лови и и так номер правильно я понимаю чтобы я не тому то есть это вероника твой вопрос ну да 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 это мой вот смотри вот по этой ссылке ты переходишь и там будут ответы мы сейчас обнуляем все предыдущие чтобы у нас так удалить сроки я буду проверять спасибо да и ты будешь зачитывать обязательно сначала зачитывать номер а потом вопрос если ты видишь что вопрос относится к догадкам ты его просто игнорируешь или говоришь номер два это догадка ну условно да вот ну вот уже ответы пошли я перехожу к непосредственно к самой схеме как только увидишь пяти ответов прилетело мы можем начинать зачитывать а у тебя есть помощник некий номер четыре вот ты я думаю что ты с ним можешь советоваться когда у тебя будут возникать сложные ситуации потому что он уже там знает все и скорее всего он уже там паспица извините а как что как а и два вопроса а кто мой помощник и как с ним советую а помощник номер четыре ты прям можешь голосом здесь с ним разговаривать все вы мне не будете сильно я думаю мешать либо в чате у вас же есть секретный чат личный чат будет только пожалуйста я не знаю что такой секретный чат и как его включать ты же мне в секретный чат писала задачку в зуме извините проблема в том что я могу писать только вам или какому-то админу да да только вам организатор и соорганизатор я больше никому писать не могу я сделала чтоб можно было я сделаю спасибо большое спасибо так ну вот и мы можем может быть уже начинать и так если будут какие-то сложности то ты прям обращаешься к номеру четвертому а не ко мне хорошо и так ну давай с самого начала что там за вопросы ну я чуть-чуть отходил поэтому не слышал что я делаю я так понял советую с ней да ты помогаешь в общем-то царю горы если она не знает ответ на вопрос ну вообще она если у нее будут трудности какие-то она к тебе будет обращаться хорошо или какие-то там неуверенности стоит ли этот вопрос зачитывать или нет ну давай вероник начинай что там в самом начале извините мне прям говорить вопросы или нет надо читать до 9 задает вопрос это предмет и сама же говоришь да или нет да это предмет номер два это мужского рода вероника вероника дай А у меня понятие, что это не предмет. Ну-ка, номер четвертый, давай ты как-то... Это не предмет. Смотри, Вероника, это же не предмет. Если вы там как-то правильно понимаете суть. Если я не понимаю, что это не предмет, точно говорю. Вероника, ты согласна, что это не предмет? Давайте определимся словом предмет. Нет, предмет это то, что можно взять в руки, подержать, измерить, что имеет вес, размер, объем. Да, это предмет. Да, это предмет? Да. Вероника, напиши мне в секретный чат ответ, потому что мне ответ написали не предметного характера. Итак, задача-то была какая? Что открывается и закрывается? Напиши мне в личное сообщение ответ, пожалуйста. Ха, номер четвертый. А ты не прав с ответом. Хотя твой ответ мне тоже нравится. Не, ну просто она написала... Ты можешь даже вернуться в игру. Предмет номер девять. Это предмет. Та-да-да-дан. Интрига продолжается. Номер четвертый, пожалуйста, в игру. Продолжай зачитывать дальше. Это мужского рода? Нет, это не мужского рода. Номер два спроси. Нет, это не мужского рода, и у нас появляется мина на старте. Поехали дальше. Это растение? Нет, это не растение. Какой номер, стоп? Номер одиннадцать. Нет, не растение. Так, дальше. Восьмой. Это мужского рода? Опять же, нет. Ага, восьмой, не мужского рода. Отпускаете бомбу прямоментально. Это предмет? Да, это предмет. Двенадцать, молодец. Ну, я понял, да. Двенадцатый на предмете поднялся я. Это можно потрогать? Да, это можно потрогать. Номер шестнадцать также спрашивает. Это состоит из шести букв? Нет. Номер шестнадцать нет. Этот предмет находится на кухне? Нет. Ой, да, извините. Да. Этот предмет находится на кухне. А какой номер спросил? Подожди, а какой номер спросил? Номер двенадцать. Двенадцатый спросил, это на кухне, и ответ был да. Интересно, двенадцатый. Так, дальше. Так, а это существо? Номер четырнадцатый спрашивает. Нет, это не существо. Итак, внимание, у нас первая бомба. Мы можем эту бомбу не взрывать, дождаться, пока кто-то дойдет до снегов, и оставить вот такую, смотрите, мину черную. И, собственно, люди, которые подняли руки, дождитесь окончания первого тура. Первый тур заканчивается после того, как мы зачитаем первые двадцать вопросов. Ну, либо у нас вопросы закончатся, да? Как бы мы каждого опросили. И потом мы сделаем... Извините, пожалуйста, это писать в царь горы или в личку? В царь горы. Эти пишутся вот сюда. А, хорошо, хорошо. Поехали дальше. Извините, тут четвертый пишет, хотя он уже знает ответ. Ну, я ж не виноват, что... Ну, я ж не виноват, что ты мне сказала ответ, и... Ну, ты ж его узнал. Ну, а почему тогда... Ну, ты уж прости, но зачем ты тогда мне его сказала? Она тебе сказала ответ? К сожалению. Ну, хорошо, ты куда написал его? Никуда? Я ему писал, писал. Ну, пожалуйста... Так, ну, ты же его... У меня вообще организационный был вопрос, ну ладно. Подожди, подожди, подожди. Ага, ну, давай тогда четвертый. Ты все-таки будешь у нас без... Сейчас, да? Без участия. Потому что я вижу, да, что ты... Короче, четвертого не зачитываешь, ладно? Хорошо, так. Это прибор? Номер первый спрашивает. Нет, это не прибор. Погоди, новая бомба появляется на старте, потому что это не... Этот предмет находится на улице? Спрашивает номер 12. Нет, это... Подожди. Вероника. Да? Не на улице. Мы же говорим о всех возможностях. А вдруг где-нибудь есть на улице? Подумай. Ну, может быть. Да, может быть. Я думаю, что на улице может быть по причине прям может быть. Правда же? Да, да. Поэтому... Значит, номер... Двенадцатый. Какой номер? Двенадцатый. Ну, вот смотрите, номер двенадцатый мы отвечаем «да» и «нет» одновременно. Что происходит? И бомба опускается, и двенадцатый поднимается. Но при этом двенадцатый прямо разминировал нам территорию. Поэтому двенадцатый вернулся, но зато он убрал бомбу. Кому-то нам помогло. Так, поехали дальше, Вероника. Так, это элект... Двенадцатый. Я тут немножко не поняла. Тут двадцатый вроде бы ничего не написал. Ну, тогда пропускай. Хорошо. Одиннадцатый. Это консервная банка? Нет. Нет. Так. Пятый спрашивает. Это женского рода? Нет. Так, был уже такой вопрос. Дальше. Шестнадцатый спрашивает. Это женского рода? Нет. Это не женского рода. Нет. Я пожалею, бомбу не буду опускать. Вы, да, одинаковые вопросы даете. Еще. Это можно съесть? Это кто спрашивает? Сейчас я найду. Номер девять. Девятый. Девятый номер спрашивает, можно ли это съесть? А мне... В каком-то смысле, да. В каком-то смысле. А, я думаю, не в каком-то смысле, но это ответ да. Это можно съесть. Это съедобно? Номер первый спрашивает. Да. Это съедобно. Хорошо. Номер четырнадцатый спрашивает. Это из металла? Нет. Четырнадцатый нет. Четырнадцатый, это не из металла. Раз съедобно, так уже не из металла. Да, поехали. Это состоит из семи букв? Спрашивает номер тринадцатый. И ответ? Нет. Нет, конечно. И у вас еще одна мина по поле снегов образовалась. Поехали дальше. Тут почему-то номера нет. Нет номера, пропускаем. Мы не будем выяснять сейчас, кто забывает. Я семнадцатый ничего не написал. Погодите, без номера вообще-то без номера не могу. Я семнадцатый и я... Не отправит без номера. А какое под... У меня почему? Двадцать четвертый номер. Ага. Вообще-то я написала. Ну, запрос. Семнадцатый. Семнадцатый без вообще отправил. Вот у семнадцатого, видишь, когда это первый раз откроется, больше это вообще нельзя никогда открыть. Да, да. У вот семнадцатый ответ – да. Это больше нельзя. Вообще, второй номер спрашивает. Это можно открыть в прямом смысле слова? Да, это именно так. Его можно открыть и все. Второй номер двадцатый. Так, дальше. Его можно взять в любое другое место, кроме кухни. Его везде можно взять. Даже не знаю, как ответят. Ну, да, его можно взять в любое другое место, кроме кухни. Да. А вот кроме кухни, я даже не знаю, его можно везде брать. Номер тринадцатый спрашивает. Это электрическое? Нет. Поздравляем. Еще одно нет. Так, дальше. Он двенадцатый спрашивает. Он лежит на чем-нибудь? Нет, даже не знаю. Не знаю, даже. Все на чем-нибудь лежит? Давайте ответим «да». Да. Вопрос как бы общий, да? На чем-нибудь кто-то лежит. Дальше. И одиннадцатый спрашивает. Это тесто? Нет. На первом, это предположение. Это догадка. Мы ее даже не зачитываем, ребят. Дальше. Одиннадцатый спрашивает. Это тесто? Нет. Еще раз, Вероника. Это догадка. Вот когда ты видишь такие вопросы, в виде тесто, в виде еще чего-то, ты просто даже говоришь. Одиннадцатый – догадка. Я не зачитываю. Поехали дальше. Хорошо. Третьего – догадка вроде бы. Это на улице? На улице? Не знаю, что это. Пятый спрашивает. Это начинает… Он говорит «на улице», наверное. Возможно, случайно написал. Может, он на украинском просто пишет. Е-то на улице? Нет. У нас уже была история. Ага, дальше. Три. Пятый спрашивает. Это начинается на букву «Я»? Ух ты. Нет. Ответ какой? Да. Ответ «да». Пятый. Прям вот давайте его поднимем вот так вот сразу. Какой-то он слишком догадливый. Поехали дальше. Номер двенадцатый спрашивает. Это предмет часто берут люди для чего-то? Тьфу, блин. Что? Слово «чего-то» давайте мы опустим. Давайте уже поконкретнее. Всегда для чего-то что-то берут. Это все равно, что мы будем спрашивать. Это что-то для чего-то где-то кому-то нужно? Ну, это не вопрос. Нет, я не готов на такие вопросы отвечать, да или нет. Дальше. Тут какой-то номер спрашивают. Я даже читать не буду, потому что нет номера. И тринадцатый ничего не спрашивают. Погоди, а как может не быть номера? Вот мне прям очень интересно. У меня таблица не позволяет. Номер 33. 33. 33? Да. Тут очень... Тут будто даже номера нет. Не вижу. А перед этим какой вопрос был? Этот предмет часто берут люди для чего-то. Догадка. Чего-то. Слово «чего-то». Этот предмет для чего-то. Ага, все. Двенадцатый – это предположение просто. Лучше тогда... Да, не будем зачитывать. Кто-то нажимает пробел, и ширина строки становится высокой. Поехали дальше. Значит, не зачитываю тринадцатый. А это среднего рода, спрашивает номер девять. Да, это среднего рода. О, номер девять пробрался на снега, разминировал мину. Уж прости, номер девятый, но ты оказался сапером. Но это среднего рода, да. Поехали дальше. Так. Номер шестнадцатый спрашивает. Он округлой формы? Даже не знаю, как ответить на это. Округлая – это, в общем-то, без резких краев. Я думаю, надо... Да. Ответ – да. Шестнадцатый. Молодец. Так. Первый спрашивает. Это льется? Льется ли оно? Ну, тут... Близо. Тут вопросы да и нет. Давайте так и сделаем. Иногда да, иногда нет. Правда же? Да. Хорошо. Дальше. Одиннадцатый спрашивает. Это вам нужно для готовки? Ух ты. И опять нет. Правда же? Да, это нужно для готовки. Правда же? Дальше. Поехали дальше. Тринадцатый спрашивает. Это можно разбить? О! Тринадцатый. Уже большинство движется к цели, на пролом. Ответ какой? Ответ – да. Ага. Девятый спрашивает. Это слово состо... Это слово из четырех букв? Никакой ответ? Да. Ответ – да. Ответ – да. Из четырех букв. Вы уже приблизились прям к... Я думаю... Так это вопрос уже задавали. Какой? Вам надо писать вопросы. Это вопросы уже задавали. Я тоже такой вопрос. Вопрос пишется вот в эту табличку. Посмотрите на экран, да? А, понятно. Вот я спрашивала, но на мой вопрос не отвечали. Потому что есть два варианта, почему на него не отвечать. Либо это предположение, либо он еще... В таблице не дошли до него, да? Потому что таблица не дошли до... Вот. Ты написал номер и задал вопрос. Я понимаю, успели ли прочитать твой вопрос. Номер 10. Давайте уже двигаться дальше. Так. Первое – это вообще предположение. Номер 42. Вопрос номер 42. Думаю, это предположение. Хорошо. Предположение, либо слишком уже уточнение. Хорошо. Тринадцатый спрашивает. Это сыпучие? И ответ? Ответ – нет. Нет, конечно. Да. Номер девятый спрашивает. Это можно использовать для приготовления еды? И да, и нет, если честно. Я уже... Вопрос и да, и нет. Вы можете, конечно же, вот так себе покотать еще одну бомбу. Поехали дальше. Право, он уже одну бомбу разрядил, поэтому что ж. Так, сейчас я немножечко... А то я сама... Извините, организатор, я не понимаю, подойдет ли этот вопрос? Ну, зачитай. Пятого. Из этого мы делаем омлет? Делаем ли мы из этого омлет? Вот так. Это предположение или как? Я просто немножко не понимаю. Он же не спрашивает тебя конкретно на что? А, да. Ответ – да. И пятый разминирует следующую мину, несмотря на то, что был так рядом. Хорошо. Омлет из этого делаем. Шестнадцатый уже вопрос был. Я пропускаю? Да. Его уже задавал девятый. Девятый. Это может быть белого цвета? Ответ – да. Девятый спрашивает. И вот у девятого есть шанс теперь задать точный вопрос, если он успеет. Поехали. Девятый опять спрашивает. Сейчас. А вот. Это связано с птицами? И ответ? Да. Ответ – да. Ответ – да. Интересно. Почему яйцо никогда не закрывается? А мы потом ответим. Когда ответ прилетит, мы ответим на этот вопрос. Я уже понял. Двенадцатый номер спрашивает. Он висит, например, на стене? Нет. Ответ – нет. Двенадцатый. До свидания. Ага. Отлично. Девятый опять спрашивает. Это хрупкое? Ответ – да. Извините, а можно вопрос? А вот где шестнадцатый? Он на снегах? Шестнадцатый. Нет, под снегами. У меня было четыре. А, значит, пропускай. Почему первого не зачитывают? Я уже несколько вопросов написал. И не зачитывают. Стоп, давайте последний вопрос про хрупкое. Кто спрашивал? Девятый. Девятый. То есть он еще поднялся на одну ступеньку. Ему стало быть на снегах. Он хочет добраться. Можно мой вопрос дочитать, пожалуйста? А кто это? Это первый. Первого? Да, потому что он просто мой вопрос давно не зачитывал. Не зачитывал. Это йоза? Я зачитывала. Нет, следующий. Следующий? Нет, это был давно. Курица несет, да. Хорошо. Был вопрос, это курица, так? Да. Ладно еще? Я спрашивала, его добавлять все стыли. Нет, еще четыре. Они пропустили это. Это шестнадцатый? Да. Ну, просто уже задавали этот вопрос, я на него отвечала? Да, если был вопрос уже такой, то да, мы не будем отвечать. Так. Шестнадцатый спрашивает. Его добавляют в тесто? Ответ – да. Часто добавляют в тесто. И это шестнадцатый вышел на снега. Да. Молодец, шестнадцатый, поздравляю. Да, а теперь идет стратегия. Кто-то же ответит на вопрос или нет? Так, сейчас я найду вот двенадцатый, второй номер спрашивает. Может ли это быть куриным? Ух ты, сейчас я верну демонстрацию, простите. Может ли… Пусть куриным, но вообще-то, ну давайте, какой это был номер? Сейчас. Номер два. Номер два. Ответ какой у нас? Ответ – да. Да. Тринадцатый спрашивает. Это можно пожарить? Ответ – да. Какой номер? Двенадцатый или тринадцатый? Тринадцатый. Да я не услышал, да, двенадцатый, правильно? Нет, тринадцатый. Тринадцатый. Это двинец. И прикинусь. Я что-то со звуком прошел. Номер тринадцать. Так, дальше поехали. Ну, кто-нибудь задаст? Так. Одиннадцатый спрашивает. Вы готовите из него яишенку? Вот какое классификах. Одиннадцатый спросил. Хорошо. Да, ну, ответ – да. Молодец, одиннадцать. Так, второй. Можно вопрос первого? Первый – это какой вопрос? Ну, по порядку давайте. По порядку, потому что здесь уже пошла... Тут уже куча вопросов. Я просто зачитываю по порядку. Просто извините, номер один. Так. Двенадцатый спрашивает. Он лежит в холодильнике? Ответ – да. В холодильнике, а то испортится. Номер два пишет. Оно питательное? Даже не знаю. Я в этом, честно, не разбираюсь. А вы как думаете, организатор? Да, ответ – да. Ответ – да. Это какой номер был? Два, номер два. Молодец, номер два. Ну, хорошо. Почти повторяющийся вопрос приготовить был. Если там ответ был, его можно пожарить. Так что очевидно, что на этот вопрос ответ – да. Ну да, вот двенадцатый то же самое опять задал. Ну, там отличия все же есть. Один спрашивал пожарить тринадцатый, а двенадцатый спросил... Я помню этот вопрос, его можно приготовить. Я помню, но это еще давно уже было где-то... А что делать, если я знаю ответ? Или догадываюсь? Если ты на снегах, то ты пишешь. Если ты не на снегах, то ты задаешь вопросы, правильно? Тот, кто на снегах, может сразу догадку писать, что это может быть. Так, понятно. Так. Я приступ... Я... Так. Шестнадцатый спрашивает. Последняя буква – это О? Ответ верный. Да. Так. Второй спрашивает. Оно содержит... Это какой был номер, прости, я отвлекся. Это шестнадцатый номер. Шестнадцатый, но он и так на снегах, хорошо. Что там со вторым? Со вторым. Оно содержит белок? Ну, второй, конечно же, да. Да. Я сейчас посмотрю, кто сейчас на снегах. Так, первый и второй. Так, сейчас. Они ищутся. Первый и второй. Девятый я пропускаю, потому что он не на снегах, девятый. Второй – да. Да, да. Он отгадал уже. Так как он на снегах. Так, скажи, на снегах. Это ответ «да». Я на снегах. И тогда ты зачитай-то ответ, потому что... Это яйцо – ответ верный, да. Есть вопрос. А почему яйцо открывается и никогда не закрывается? Так оно один раз открывается, и это из-за скорлупы. Можно его оттенять. Нет, ну, может... Можно ее немножко. То есть, корлупы нельзя склеить. Почему можно? Я на снегах. Так, все-таки... Я на снегах. Я на снегах. Ребят, если яйцо разбили, то мы его уже назад не склеим. Уже целое никогда не будет. Но если его немножечко там и влезет желток, то его... Я на снегах. Почему мы его опустили? Что? Я говорю, что если его как ручку сделать... Я на снегах. Почему вы меня попустили? Давай... Какой номер? Подождите секундочку. Ребят, а кто спрашивал? Девятый. Почему мы пропустили? Какой номер? Девятый. Там девятый. Девятый? Тогда тебя не было на снегах. Да, девятый. А ты яйцой... Я посмотрела, то вроде бы только был один и два. Я посмотрела. Кто был там на снегах? А что ж? Один, два и... А он выше снегов. Он выше снегов. А если выше снегов, то можно сдавать? Если выше, то можно, да. Конечно. Поэтому я выиграл девятый. Ты просмотрела девятого номера. Он же вообще выше-выше всех был. Внимание! Это что он? Получается, выиграл девятый. Молодец, девятый. Выиграл девятый. Да. Слушай, девятый, молодец. Извини. Тебя просто... Спасибо. У меня просто... У меня тут не отобразилось. Да, просто там была сложность с отображением. Хочем? И мы не... Ну, итак... Внимание, ребят, да? Спасибо. Номер десять, Вероника, была царем горы. Мы зафиксируем за ней... Какой номер ты хочешь, чтобы мы за тобой зафиксировали, Вероника? Номер десять, как всегда. Номер десять. Номер девятый, как тебя зовут? Владислав. Владислав. Да, давай мы за тобой пока номер девяти зафиксируем. Хороший номер, да? Так, а номер двенадцатый был на снегах, причем несколько раз. Как тебя зовут? Двенадцатый здесь или ушел, расстроился? Его нету. Да. А, до свидания, он писал. Двенадцатый, Катя, мне. До свидания. Двенадцатый был Катя, да? Да, Катя. Все равно я зафиксирую Катю. И номер десятый, мы уже были. Номер пятый у нас еще был очень активный. Это кто? Какой номер? Ой, как зовут пятый? Вика. Вика. И номер два. Как зовут номер два? Не слышу. Акари. А? Акари. Акари. Вот, вот я их всех заношу в вашу таблицу. На сегодня все. Большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...